Привет всем из Токио! Это весенний видео-влог. В этом году очень рано зацвела сакура, на две недели раньше, чем обычно. Еще буквально пару недель назад можно было видеть бутоны, а сейчас все в цвету. Сегодня я отправляюсь в магазин в Department Store, который называется Takashimaya. Находится он в районе Нихонбаши, и по пути снимаю виды улиц. Посмотрите, тюльпаны тоже уже расцвели. В одном из предыдущих влогов, показываю вам, буквально были видны только листики. А сейчас уже все расцвело, весна. Нихонбаши – это деловой район, расположен в центральном округе Чуоку. Но помимо фондовых бирж, изданий крупных компаний, офисов, здесь также есть много ресторанов, магазинчиков, два больших универмага. Вот там вот находится Department Store, универмаг с красными козырьками. Takashimaya – это сетевой Department Store, находится в разных районах и в разных городах Японии. Нихонбаши – Санчуме. Также Нихонбаши находится недалеко от станции Токио. Вдалеке можно видеть высотные здания. Сегодня плюс 16 градусов на улице, а завтра, послезавтра обещали уже плюс 20-22. Весна – это один из самых приятных сезонов в Японии. Особенно, конечно, когда цветет сакура. Сейчас Япония закрыта для туристов, но обычно в этот сезон очень много всегда туристов приезжает. На улице еще не так жарко, как летом. Такая приятная погода. Посмотрите, вон там вижу вдоль веке сакуру. Небольшая аллея. Хотела уже переходить дорогу. Посмотрите, а с этой стороны какая красивая улочка. Вдоль нее очень много тоже деревьев сакуры. Вся цветет. Какая красота. Давайте тогда перед шопингом еще прогуляемся по красивой улочке. Посмотрим, что здесь интересного. Посмотрите, сколько здесь сакуры. На этой улочке я вижу белые цветы. Сакура бывает разная. Розовая, белая. Как мягкие воздушные белые облака. На этой улочке деревья высокие, поэтому для фотосессии не подойдут. Сфотографироваться на фоне сакуры будет достаточно сложно. Если только общий вид улицы. Но зато на видео смотрится очень красиво. Вот такая сакура в самом центре города. Ханами многовековая традиция любования сакуры. Проведение пикников под цветущими деревьями сакуры в парках. Сейчас, я думаю, очень много людей. Оставлю ссылку на видео, в котором я в предыдущие годы показывала сакуру, цветущую в парках. Кому интересно, посмотрите обязательно. Вот такая небольшая улочка. На ней находятся, видимо, различные офисы. И внизу небольшие магазины, кафе. Еще одно очень красивое цветущее дерево розовыми цветами цветет. Я не знаю, как называется. Пишите обязательно в комментариях. Посмотрите, какая красота. Вот здесь какая-то небольшая закусочная. Да, это японская лапша, видимо. Выставлены образцы сверху. Далее вижу какой-то магазинчик в традиционном японском стиле. Магазин японских сладостей. А это достаточно известная транспортная компания, называется Саагава. Самая популярная в Японии Ямато. Можно отправить багаж, посылки в другой город или по Токио. Доставка очень быстрая. В другие города один день, максимум два, если отправлять на Хоккайдо. В таких компаниях есть даже сервисы по доставке замороженных грузов или охлажденных. Так что можно отправить даже мороженец в подарок. Аппараты с напитками. А здесь магазин, в котором продается одежда для работников офиса. Рубашки, недорогие костюмы. Вот написано, видимо, самый недорогой вариант. 19 тысяч йен. Это примерно 190 долларов. Но также видно, что есть скидки 20% написано. Посмотрите, как интересно цветет сакура. Пробивается даже на стволе дерева. Эта улочка, оказывается, называется Сакура Дори. Дори – это улица по-японски. В Токио много улочек с таким названием. Но официальный почтовый адрес будет другим. С номерами улиц и зданий. С этой стороны караоке, еще какие-то ресторанчики. Но там сейчас перекрыта частичная дорога. Видимо, ее ремонтируют. Ну, тогда мы с вами отправляемся обратно к универмагу Текошимая. И посмотрим, что еще попадется интересного на пути. Вижу какой-то магазинчик сладости. Шоколад, печенье, что-то выставлено на улице. Видимо, скидки. Ассортимент сладостей такой, как в супермаркетах в Японии. Вот такой вот магазинчик. Внутри тоже вижу надпись. Даже 35% скидки на некоторые товары. Это шоколад, разные вафли, печенье, конфетки, леденцы, чипсы, желе, фруктовое. Далее на нашем пути попадаются небольшие ресторанчики. Стейк, ланч написано. Вот такое вот меню при входе можно почитать. И вход, и ресторан внизу находится. Грилли, пицца, стейки. Видимо, разные здесь. Курица в кляре я вижу. Рост биф. Цены можно посмотреть. Порция примерно 16 долларов стоит. Фамилии Мат. В Японии называют такие магазинчики комбини. Они находятся буквально на каждом шагу и работают круглосуточно. 24 часа. Там всегда можно купить что-то необходимое и еду. Напитки, сэндвичи, унигири, журналы, мороженое и самые простые о бенту. Это коробочки с готовой едой. Круглосуточно работающие банкоматы. В комбини можно оплатить налоги, телефон. И даже отправить посылку. Справа информация. Весит карта района. Обычно пишут на японском и на английском языке. Почтовые ящики для писем, открыток. Посмотрите, очень интересно. Сервис на обычной парковке из здания. Сотрудник пропускает машину и просит остановиться людей. Все это происходит с поклонами и водителю, и пешеходам. За причиненное минутное неудобство. Вот так вот в Японии. Вот такой шикарный сервис, конечно. На парковках, особенно в торговых центрах, можно видеть людей, стоящих с табличками, указывающих, куда проехать. И также с поклонами, провожающих каждую машину. Вот такая у нас сегодня с вами получилась небольшая прогулочка по Сакурадоре. Улица Сакуры. И сейчас мы с вами вернулись на главную улицу. Универмаг Токошимая. Состоит из двух зданий. Справа это старое, и слева новое здание Токошимая. С этой стороны, около входа в универмаг, тоже цветет Сакура, но не так много. Небольшая улочка. Справа и слева парковки для машин к универмагу. Меня в комментариях часто спрашивают, чем отличается универмаг от торгового центра. Универмаг это Department Stores по-английски. Например, в Лондоне это Hards, в Париже это Галерея Lafayette. В Токио очень много универмагов, а вот в России, к сожалению, их практически не осталось. Сейчас универмагом, наверное, можно назвать только ЦУ и ГУМ. И то ГУМ, я думаю, частично. Отличий очень много. Во-первых, в сервисе. В торговых центрах любые бренды могут снять просто помещение. И арендодателю, в принципе, неинтересно, что это за товар, но главное, чтобы он был безопасный. Сейчас мы с вами переходим дорогу и покажу вам как раз какой сервис универмага на дороге, где нет светофора при входе. Универмага все всегда организовано. На одном этаже продается, например, еда, на другом косметика. Следующий этаж занимает женская одежда, мужская одежда, детская, обязательно товары для дома, рестораны, сервисы, такси и доставки. И сам универмаг выбирает, какие бренды будут в нем продаваться. Обслуживающий персонал в универмагах тоже другой. Они отвечают за все полностью, за весь сервис, в отличие от торгового центра, в котором консультант может даже не знать, что продается в соседнем отделе. Приветик еще раз, я решила показаться вам на камеру, сейчас найду зеркало, покажу аутфит. Также я сегодня в новом легком черном плаще, который недавно вам показывал в видеошопинг-влог. Сейчас хочу зайти посмотреть, как украшен универмаг внутри к весне и какие товары продаются. Здесь много разных ресторанчиков, целый этаж и вывеска была кафе, очень известная, французская, от Joyer Option. На втором этаже, по-моему, оно находится. На первых этажах в Department Store и универмагах всегда представлена косметика, половина этажа занимает. В Японии продаются, конечно, различные японские люксовые бренды, тоже помимо европейских. Сейчас в связи с пандемией измеряется температура при входе, вот у меня 36,1. Это даже какая-то пониженная. В помещениях сейчас внутри нужно обязательно ходить в масках. Одноразовые перчатки в Японии не используют. В супермаркетах, не в магазинах, только дезинфекция рук. При входе и также, если вы будете выбирать косметику, то вас попросят еще раз продезинфицировать руки. Оригинальный персонаж Такашимая, Рост Чан, меняет одежду по сезону. Зимой видео вам показывало, была целая выставка Рост Чан персонажа в разной одежде за разные годы. Еще по поводу сервиса в универмагах, здесь обязательно есть фирменная упаковка, фирменные пакеты, оберточная бумага для подарков, тоже очень красивая фирменная, всегда бесплатно предоставляется в универмагах. Также можно купить, заказать вещь в подарок и отправить ее посылкой прямо из универмага с фирменной упаковкой и доставкой в определенный час. Но торговые центры Кэш тоже бывают разные, люксовые и нет, но такого сервиса, как в универмагах, все равно нет. В торговых центрах персонал отвечает только за свой конор. И в торговом центре кто угодно может снять себе помещение, заплатив арендную плату. А универмаги так не издают помещение, только официальные коноры известных брендов. Вот такие отличия. Нашла зеркало и показываю вам свой лук дня, образ. На мне полностью белый аутфит и сверху надет черный плащ. Белые джинсы из свитшот, кроссовки тоже белого цвета от Louis Vuitton, маленькая черная сумочка Chanel. И сегодня я надела вот такой вот шарф черно-белого цвета. Это старая коллекция от Gucci. Кисточки с бамбуком. Мне очень нравится такой шарф-платок. Он легкий, скорее даже летний. Можно носить просто с футболкой. Итак, направо пойдешь косметику найдешь, налево аксессуары. Давайте немного пройдемся по первому этажу. Сумочки, различные шарфы, платки и коноры люксовых брендов. Здесь расположены Hermes бренд при входе. На втором этаже тоже продаются люксовые бренды. На третьем, по-моему, вторые линейки брендов немного подешевле. А это косметика. Различные марки представлены. Сейчас, конечно, никак раньше можно было подойти, попробовать всю косметику хотя бы на руке. Видите, косметика закрыта таким специальным прозрачным пластиком. И свободно подойти, потрогать все сейчас невозможно. Нужно спрашивать консультанта, чтобы посмотреть какие-то оттенки. Возможно, руки дезинфицировать. И раньше всегда предлагался макияж. Можно было попробовать на лице всю косметику. Ну, конечно, для помад давали одноразовые кисточки. То сейчас попробовать невозможно. Только если на руке, наверное, продезинфицировав ее заранее. Вот такие известнейшие бренды, как RMK японский. С этой стороны Tom Ford Guerlain. Shui Mura. Перед этим мы с вами видели Amplitude. Amplitude, Lunasol. Справа вдалеке красный Conor Est. Это люксовая линейка Safina бренда. Kanabo, Sellwok, Shiseido. Suku. Тоже очень известный японский бренд. Но не вижу Конора. По-моему, в Takashima его здесь нет. Дальше Descartes. Тоже известнейшая марка. Самая известная косметика от люксовых брендов продается именно в универмагах. В Departement Store. Японцы, кстати, Departement Store называют Depato. А торговые центры Shopping Center, наверное. Еще бренды Polo известные. Вот большой Конор, Descartes, Cover Mac. Еще европейские бренды, Cloranso. Здесь Clé de Pop. Смотрите, тоже какой большой Конор. Очень красивый. Вот такие самые известные японские, европейские, американские бренды. И, конечно, Конор Chanel. Самые популярные в мире японские кисточки для макияжа. Эти от марки Hakuhodo. Тоже можно увидеть Коноры в Departement Store. Сейчас я заглянула на минутку в бренд Lunasol. Хотела посмотреть все оттенки новых палеток для глаз, которые я вам недавно показывала в видеообзоре. Называется Eye Coloration Lunasol. Показывала я два всего оттенка. И они были такие разные по текстуре. И блестящие, и более матовые. Поэтому давайте вместе посмотрим на текстуру. Оттенок номер один. Можно увидеть два цвета достаточно блестящих. Второй цвет я вам показывала. Три цвета блестящие. Оттенок номер третий. Всего один оттенок с блеском. Четвертый, пятый и шестой можно видеть практически без блеска. Седьмой и восьмой номер базовые цвета. Не видно блесток, только сатиновый отлив легкий. Номера написаны внизу под палеткой теней. Номер девять я вам показывала. Свочи десять. Они практически без блеска. И вышли весенние новинки. Красивые цвета одиннадцатый и двенадцатый. Вот такие вот очень красивые палетки теней для глаз. Для тех, кто выбирает, хочет купить. Внизу под видео оставлю ссылку на магазин с международной доставкой косметики. Из Японии. Надеюсь, я помогла с выбором тем, кто спрашивал. А более подробный обзор палеток от Луна Сол смотрите в одном из моих предыдущих бьюти видео. Сейчас мы с вами смотрим кимоно с очень интересным рисунком. Я кимоно не ношу, но даже мне захотелось померить. Посмотрите, какая прелесть. Алиса в стране чудеса. Зайчики, игральные карты. Очень интересное сочетание цветов. Бусы и даже блузка какая-то надета внизу. А здесь фотография эксперт кимоно из Британии. Вот такая вот небольшая выставка продажа сейчас проходит в Department Store. Необычное, очень интересное кимоно. Но надеть кимоно это целое искусство. Да и померить это займет очень много времени. Просто так накинуть и показать на себе не получится. Давайте пройдемся еще по этажу. Обычно я вам показываю примерку одежды, обуви от разных брендов. И европейских, и японских. А в этом видео сегодня давайте посмотрим, что из традиционно японских товаров представлено. Вот, например, зонтики. Японские зонтики, конечно, очень популярны во всех странах мира. Во многих очень магазинах можно купить обычный вариант. Но здесь помимо обычных зонтиков можно видеть вот такой вот эксклюзивный коннер, в котором все зонты делают вручную на заказ. Они, конечно, достаточно дорогие в сравнении с обычными вариантами. Можно видеть ручки из кожи, из бамбука, зонты от дождя и солнца. Разнообразие цветов от классических японских традиционных рисунков до однотонных. И вот таких вот ярких принтов. Мастер вручную изготавливает зонт. Я поговорила немного. И мне рассказали, что здесь можно сделать свой оригинальный зонт. Все на заказ. Как вы видите, образцы ручек различные представлены. Ткани тоже можно выбрать любые. Вот такие вот ручки есть интересные. Из дерева есть вот такие лакированные с рисунком. Такие мелкие складки, как полисировка. Вот такие вот зонты с лаковыми ручками. Стоимость написана внизу примерно 600-650 долларов. Есть маленькие складные варианты. Очень красивые с круглыми бамбуковыми ручками. И вот такие еще. Вот эти необычные складные зонтики с круглой ручкой из бамбука. Цена высокая, 2000 долларов. А сверху еще дороже какие-то эксклюзивные, видимо, зонты. Наверное, материал, ткань, ручки очень дорогая. Они стоят больше 10 тысяч долларов. Вот такая интересная марка зонты ручной работы. Написано на английском, на французском. А сейчас мы с вами переместились на другой этаж. Посмотрите, какая здесь красота. Бонсай. Это искусство выращивания точной копии. Дерево в миниатюре. Есть разные варианты. Вот такая вот сакура, но она уже отцветает. Стоит оно 27 тысяч йен. Это примерно 270 долларов. С нежно-розовыми цветами. Есть еще варианты поменьше. Вот такие вот. Это тоже сакура. Вся в цвету. У каждого дерева своя форма. Это напоминает немного зонтик. Слева маленькое деревце. Стоит оно примерно 70 долларов. Небольшой прямой формы. Тоже цветет сакура. Это вот очень интересно. Посмотрите, какие цветы белые. Притом, с правой стороны они, мне кажется, совсем белые. А слева немного розовый оттенок. А здесь вот такие совсем малюсенькие бонсайчики. Цены на них от 60 до 100 с небольшим долларов. Вот это тоже очень красивое деревце. Стоимость его здесь 400 с небольшим долларов. Травка. И какой-то более осенний вариант. Бонсай с оранжевыми листьями. Есть и с ягодками, и с шишками, и даже с апельсинами. Миниатюрными. Очень красивые. Вот это вот просто потрясающее деревце. Посмотрите, какая красивая форма у него. А это совсем малюсенькое дерево сакуры. Тоже красивый у него баланс. 19 800 японских йен. 190 долларов примерно. Вот такие вот варианты. Мне очень нравятся бонсайи. Я бы с удовольствием себе купила. Но не знаю, боюсь, что не справлюсь, как за ними ухаживать. Нужно, наверное, изучить сначала, как это правильно делается. Я купила один раз маленький бонсай. Поливала, но он у меня засох через 2 недели. Так было его жалко. Посмотрите на эту розовую красоту. Это тоже такое же дерево. По-японски эти цветы называются шакунаге. А по-русски, вот, к сожалению, я не знала. Но прочитала в Википедии. Наверное, это рододендрон в переводе на русский. Но красота, конечно, невероятная. Такое розовое деревце в миниатюре стоит 27 500 йен. Это примерно 270 долларов. Ну, очень, конечно, красиво. Наверное, один раз в год цветет такой цветок. Пишите в комментариях, кто знает. Разные аксессуары еще здесь продаются для выращивания бонсай. Заглянула еще на этаж, где продается посуда. И увидела вот такую весеннюю красоту. Английский бренд, производящий фарфор. И лимитированный рисунок с цветущей сакурой. Вот такая вот весенняя прелесть. Кружечка очень приятная. 110 долларов примерно она стоит. Тарелки в нежно-голубом, белом цвете, золотом. Посмотрела еще одежду, кое-какие товары для дома. Но это я вам покажу в следующих видео. А сейчас я спустилась на нижний этаж. Здесь продаются различные деликатесы, еда. Красивый весенний букет с сакурой. Хотела купить что-нибудь вкусненького к ужину. Вот такие большие коноры с готовой едой. Блюда в японском, европейском стиле, китайском. Сладостей очень много всегда представлено в универмагах. Решила купить вот такие вкусняшки. Это печенье сэмбэ из рисовой муки. И вот такие вот сладости, которые называются монако. Сезонные, лимитированные в виде сакуры. Нежно-розового цвета. Я выбрала несколько упаковочек. И сумма моей покупки составляет 1296 йен. Это около 12 долларов. Также эти сладости и печенье есть еще вот в такой вот большой упаковке. Подарочные, красиво оформленные. Можно видеть печенье тоже в форме цветов сакуры. Я купила вот такой вот набор печенья. Тоже они сделаны в форме цветов. Нежно-розового цвета. Покажу вам потом из дома, как эти сладости выглядят внутри. И вот такие наборы монако с сакурой продаются только сейчас в этот сезон. Здесь тоже продается что-то сезонное с сакурой. Разные сладости. Бисквит называется Кастелло со вкусом сакуры. Рядом корнер бельгийской марки Гадива. Известные очень производящие сладости. И здесь тоже вижу лимитированную упаковку с цветами сакуры. Очень красивый конер с разными пирожными. Называется Хибика. Японская марка. Посмотрите, какая прелесть. Разноцветные пирожные. Такие красивые. С фруктами, даже с пирожным макарон сверху. И в форме вишенки. Много очень разных марок представлено. Немного поснимаю для вас. Посмотрите, тоже очень красивые пирожные. Маленький набор. 27 долларов стоит. А внизу вот такие вот шоколадные, карамельные. Со вкусом шоколада пирожные. Мне очень нравится вот этот бренд из Вены. Называется Dimeo. Тоже в Токио продается много в каких департмент-сторах. И еще один пакетик с вкусняшками. Булочные конеры с готовой едой. А здесь продаются у бенто. Самые простые варианты. Стоят, например, 7 долларов, 5 долларов. Цены разные. Максимум вижу 1200 йен. Примерно это 12 долларов. Вот такие коробочки уже с готовой едой. Принято есть на обед или на ужин. Срок годности заканчивается в течение дня. Иногда даже расписан по часам. Сэндвичи тоже есть. Небольшие коробочки бенто. Украшены цветами сакуры. Вот такая у нас сегодня с вами прогулка получилась. Надеюсь, вам видео понравилось. А сейчас я уже дома. Давайте распакую сладости, которые купила. Вот такой пакет фирменный универмага Токошимая. Пирожное Монако и печенье. Вот мои покупки. Я взяла отдельными пакетиками. Не стала брать коробку. Потому что подарочные варианты в коробках, они дороже немного по цене. Такая вот традиционная японская сладость называется Монако. Розового цвета с цветком сакуры. Это две хрустящие вафельки. А внутри находится паста. Сладкая из бобов. У Монако бывает разной формы. И сейчас ведь вот такой лимитированный вариант в форме сакуры. И еще вот такие пакетики с рисовым печеньем. Называется Сэмбэй. И посмотрите, какие симпатичные. Тоже лимитированный вариант. Специально к весне. Печенье в форме цветов сакуры. Маленькие и большие. Есть сладкие. Есть с солью. Маленькие разноцветные орешки в сахарной глазуре. Еще вот такие вот солененькие с водорослями нори. Очень вкусные. На этом я заканчиваю этот весенний видео-влог. С вами прощаюсь. Пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующих видео. До свидания из Токио. Субтитры подогнал «Симон»